Не совсем, не до конца понятно, почему там Нижний Новосибирск и Самара, но это вот факт, который показывает наша аналитика. Доля активных и агентских продаж составляет всего 10%, и честно, мы там в ближайшее время будем отказываться от этого канала, потому что по факту он себя изживает, и все больше и больше клиентов приходит через интернет, и наша статистика по запуску онлайн-анкеты показала, что онлайн-анкета не только улучшает сервис для клиента, но и приводит более качественного клиента, как ни странно. То есть это, как правило, категория клиентов группы B и C, есть каналы, которые приводят только там A и B, что для микрофинансового рынка достаточно хороший положительный тренд. Что было? Компания существует с 2011 года на рынке. Безусловно, мы каждый год нарабатываем свой портфель лояльных клиентов, и я еще раз повторю, что лояльные клиенты для нас это все. Соответственно, в 2015 году мы хотим сравнять портфель между новыми лояльными клиентами, какие продукты, какие отличия. Мы в прошлом году сделали существенный шаг в развитии и вообще в так называемом более качественной работе с лояльными клиентами. В прошлом году компания внедрила систему CRM-ZIPL. Это был достаточно сложный и тяжелый переход. Мы стали такими монстрами, но долго очень сомневались, потому что для компании это были очень большие инвестиции. Финансовая корпорация открытия работает на другой системе, не на ZIPL. Тяжелый был подготовительный этап. На момент внедрения у компании существовало 48 больших РП, как правило, в городах миллионников плюс крупные города. Но эта система нам на сегодняшний момент позволяет более качественно коммуницировать со всеми заемщиками. Какие продукты, то есть продукты, которые предлагаются новым клиентам, это займы Payday, так называемые деньги до зарплаты, на короткий срок. Сразу скажу, что в нашей компании доля таких займов не больше 5%, и мы на этом не специализируемся, и, скорее всего, в ближайшее время от таких займов будем уходить, потому что очень рискованная категория, нерентабельный продукт, конверсия в займы кэшлоуна очень низкая. То есть, как правило, если человек берет Payday, маленькая вероятность того, что он конвертится дальше на займы кэшлоуна. Основную долю, там больше 90%, занимает займы кэшлоуна. Для новых клиентов мы выдаем до 30 тысяч, на 24 недели, каждые две недели совершается платеж. В чем отличие предложений для лояльных? Соответственно, аналогичная схема оплаты платежей каждые две недели, но при этом чек, безусловно, мы наращиваем. То есть, для лояльных клиентов, как правило, формируется, если это категория А, предложение на 80 тысяч. Мы постоянно, каждый месяц, у нас запускаются на разные целевые аудитории лояльных. У нас есть очень хорошие Database Manager, где мы очень детально анализируем группу лояльных клиентов в зависимости от того, какой был первый займ, на какой был срок, каким образом клиент платит, через какие системы, какая категория была ему присвоена на момент первого получения займа, какая категория у него сейчас. Какой по счету займ он берет, мы, исходя из этого, выстраиваем маркетинговые коммуникации. Экспериментируем каждый месяц, начиная от того, что каким-то клиентам увеличиваем срок погашения займа и заканчивая тем, что экспериментируем постепенное повышение по сумме выданного займа. Еще раз скажу, что повторный займ выгоднее для клиента. Почему? Потому что так выстроена бизнес-логика. Выстраиваем логику так специально, мы зарабатываем на лояльных клиентах. Больше сумма, длиннее срок, ниже ставки. Ниже ставки относительно новых клиентов. Ежемесячно оцениваем группы риска, сумму первичного займа, сроки займа, способы погашения. Как правило, вот сейчас с учетом того, что компания ввела СРМ, мы можем себе позволить формировать индивидуальные предложения. Хотя, безусловно, все скажут, что да, у нас массовый рынок, да, у нас там рынок, где мы работаем с необеспеченными, будем так говорить, клиентами, да, где средний чек по новым клиентам у нас 24, по лояльным 44 тысячи. Но при этом система СРМ нам позволила делать индивидуальное предложение с возможностью изменения сроков суммы ставок в зависимости от глубины, там, в тысячу рублей условно. Как коммуницируем? Коммуницируем через e-mail рассылки с индивидуальной стоимостью, предлагаем клиенту в зависимости от его предыдущего займа и способа погашения. СМС, ну и, безусловно, это обзвон финансовыми консультантами. Что мы в итоге получаем? Конверсия в займ. Вот здесь на верхнем графике представлены наши конверсионные показатели. Это реальные цифры, это цифры, представляемые там Советом Директоров Финансовой Корпорации «Открытие». Соответственно, если вы посмотрите, там, 2014 год, у нас конвертятся заемщики не просто, там, в третий, четвертый, пятый займ, а в восьмой, десятый и так далее. Соответственно, доля конвертации в последующие займы, она растет. То есть, если люди, если заемщик конвертится в первый займ, то, как правило, есть регионы, где конверсия там составляет, ну, даже ниже 35%. А человек, который берет пятый и более займ, средняя конверсия составляет больше 43%. Положительный тренд, именно поэтому мы выстраиваем постоянную коммуникацию с этими клиентами. Причем коммуникация идет не только акцентно на клиентов, то есть, e-mail, рассылки, смс и так далее. Но коммуникация идет напоминающая на финансовых консультантов. Как там заметили на предыдущей сессии, я беру займ, потому что мне понравилось, как меня обслужили, потому что я знаю своего финансового консультанта, потому что мне нравится девочка, которая там заполняла со мной документы, и мне проще с ней уже взять там второй, третий, четвертый займ. Мы дополнительно мотивируем своих финансовых консультантов, чтобы они берегли свою базу лояльных клиентов, чтобы они ее развивали. У них есть дополнительная система мотивации на это. Мы, то есть, у нас постоянно проводятся конкурсы, там самый большой портфель лояльных клиентов среди финансовых консультантов. Вот, ну и, собственно, вот эти все наши усилия, которые мы сделали в прошлом году, они выражаются в том числе и в финансовой прибыли. Мы сейчас, наверное, не знаю, ну, по крайней мере, среди публичных данных, мы сейчас 100 МФО, которое прибыльно и в которую корпорация открытия инвестирует активно. И сейчас, в ближайшее время, мы запускаем новые проекты с картами и, наверное, наша бизнес-модель отличается от большинства бизнес-моделей МФО в том, что мы идем в своем развитии в разных направлениях. То есть, у нас есть и онлайн-кредитование, и у нас есть кредитование ближе, конечно, к банковскому сектору, наверное, с такой же структурированностью. Как стимулируем? Деньги дешевле, большие по сумме, что клиенты сейчас, какие потребности мы видим с учетом того, что расширяется сегмент банковский и растет доля отказников банков в нашей системе продаж. Мы стимулируем в том числе и акции, не только продуктам, которым мы предлагаем. Запускали несколько акций в прошлом году, идут акции в этом году, очень хорошие кейсы, показала акция «Деньги на телефон». Никому не нова идея, все достаточно банально. Смысл акции был в том, что качественный заемщик получает платежный телефон. У нас достаточно сейчас жесткая скоринговая политика. Мы по скоринговой политике приближены, наверное, к банкам уже на сегодняшний момент. Именно поэтому, к сожалению, а может к счастью, нам разрешают запускать только акции, которые в том числе и стимулируют качество оплат клиента, которые приучают клиента к дисциплине. То есть, как правило, мы вот эти розничные акции делаем не просто дарим деньги всем, кто взял заем, а тем, кто погасил один, два или три успешных платежа. Тем самым, безусловно, сокращаем расходы, в том числе и на коллекшн. На опыте проведения вот нескольких компаний, там, деньги на телефон, у нас сейчас идет акция, там, планшеты в подарок. Могу, разыгрывали в прошлом году автомобиль. Могу сказать следующее, что, безусловно, каждая акция дает какой-то положительный респонс с точки зрения конверсии, повышения конверсии, привлечения новых клиентов. Но на нашем опыте больше работают какие-то, даже в меньшей степени работают подарки, а в большей степени работают конкретные финансовые подарки. Вот, там, деньги на телефон, наш респонс сработало, там, с конверсией в два раза лучше, чем акция выиграет автомобиль, либо акция с планшетами. Сейчас наш клиент, как ни странно, уже более внимательно относится к ставкам, уже лояльный клиент разбирается, какая экономия у него по ставкам относительно предыдущего займа. Мы постоянно изучаем клиента и отрабатываем большинство, там, возражений. И поэтому, вот, если, там, хотите опыт, вот, опыт наш с точки зрения, там, конкретных цифр показал, что деньги на телефон отработали лучше, чем вот такие масштабные акции на всю Россию с автомобилем, хотя, ну, конечно, они тоже работают. Что я бы хотела подытожить, что, безусловно, мы знаем, что каждый новый клиент – это будущий наш лояльный, и это тот клиент, на котором мы дальше будем зарабатывать деньги. Но именно это говорит нам о том, что в первую очередь нам нужно обеспечить тот сервис, те коммуникации для нового клиента, чтобы он захотел в последующем стать лояльным, чтобы он захотел там общаться с этим финансовым консультантом, чтобы ему было удобно погашать этот займ, чтобы мы не надоедали ему своими предложениями в ненужное время и так далее. То есть все эти моменты, они, безусловно, влияют на то, останется клиент дальше с нами или не останется. Мы на сегодняшний момент с запуском дистанционных сервисов видим, что большинство клиентов, в том числе и МФО, готовы и хотят, чтобы процесс получения денег для них составлял там не больше одного дня. И если в банке им дают деньги за день, то уж в МФО они точно хотят их получить тоже за день. Поэтому наша стратегия развития, в том числе и по лояльным клиентам, это не только правильная коммуникационная политика, но и развитие именно такого сервисного обслуживания, чтобы клиенту было удобно, чтобы клиент приходил в офис и процесс там получения займа, идентификации для него был понятен. Для того, чтобы клиент приходил в офис и понимал, что следующий займ по сумме для него будет выгоднее, чем предыдущий. Ну, собственно, это все, что я хотела рассказать. Если посмотреть на нашу воронку, как формируются лояльные, то сейчас конверсия от лояльных клиентов в выданные займы, она порядка 50%. Именно поэтому все наши финансовые консультанты в первую очередь отрабатывают этих клиентов, потому что их бонусная составляющая зависит от количества профинансированных займов. И система компаний, мотивационная система компаний выстроена и приводит к тому, что мы максимально повышаем и удерживаем тех клиентов, которых мы завели как новых. Потому что только в этом процессе бизнес-модель МФО становится ретарией. Наверное, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо. Есть какие-то? Да, после первичного, ну, после первого займа, каков срок обращения за вторым? По-разному бывает. Мы, смотрите, как мы работаем, допустим, с лояльными клиентами. Клиент гасится, на следующий день клиенту формируется лояльное предложение. А на следующий день клиент получает смс-ку о том, что ему там предодобрен займ на такую-то сумму. В этот же день идет коммуникация финансовому консультанту смс-кой, что уважаемый финансовый консультант, у тебя вот такой-то клиент вчера погасил займ, ему сформировано новое предложение, будь добра, отработай его там в течение дня. Как правило, у нас действует определенная система работы по коммуникационной цепочке. То есть в первые три дня, если клиент обращается после погашенного займа, он получает самое лучшее условие с точки зрения цены. Цены процентной ставки, да, будем так говорить, процентной ставки. Дальше происходит коммуникация на пятый день и потом на двенадцатый день. Соответственно, чем позже обращается клиент за лояльным предложением, тем хуже условия он получает. Это понимает и финансовый консультант, да. Система СРМ нам позволяет очень внимательно отслеживать активности финансового консультанта, в том числе и звонки. И мы, собственно, по каждому РП в каждом городе видим, какие консультанты вовремя связались. Ну, на сегодняшний момент, в чем там основное преимущество СРМ в том, что на каждом топ-менеджменте мы видим конверсию в каждом городе по лояльным клиентам, и это является самым сильным идентификатором того, как работают наши сотрудники. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вы упомянули о том, что вы зарабатываете на повторных клиентах. Да. А почему вы не зарабатываете, на первую очередь? Какова механика? Мы сейчас только приходим к этой бизнес-модели. Изначально модель МИК-кредита строилась по аналогии... У нас основной акционер, маму...